Всем привет! С вами я, Алиса, и сегодня мы продолжаем распаковывать большую посылку. Уже вторая часть. Если вы не смотрели первую, то ссылку я оставлю в описании под этим видео. Что ж, я рассказывала, что ко мне пришли и придут в этой посылке, я уверена, и повторные куклы. Они для магазина Believix.com, а некоторые для моей российской коллекции. Если вы ждете российскую коллекцию, новое видео, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. По этим критериям я смогу определить, насколько вам это интересно и торопиться ли мне со съемкой или же нет. Так что поддержите видео лайком! Не будем больше болтать. Кукол я расположила на этот стол. Они будут, скорее всего, как-то по кругу лежать. Надеюсь, это будет очень красиво и классно смотреться. И первая кукла в сегодняшнем видео это Honey Swamp. Ой, мне немножко стыдно это говорить на самом деле, но это уже третья в этой посылке Honey Swamp. Но, чтобы вы не подумали, что я там зажралась или что-то в этом роде, то говорю вам еще раз. Для магазина Believix.com. То бишь, для вас. Все понятно? Надеюсь, мы друг друга поняли. С-ссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс Фу-фу-фу. Так, какой же это Клод уже? Так, третий выходит. Сюрпрайз. Что еще могу сказать? Этот Клод в полном составе, в идеальном виде. У него и кепка, и даже часы. Самый лучший пацан года. Далее идет куколка Торелли Страйб. И первое, что я заметила, во-первых, это не ее хвост. Потому что у нее должен быть такой вот золотой, как у этой Торелли Страйб. А у нее серебряный. Хотя он, в принципе, тоже подходит под ее курточку. Вот эти вот шипы сзади. Ну и второй маленький нюанс, который я нашла, что лишь, мне кажется, даже плюс к ее дерзкому кошачьему образу, это лак на ногтях. А что, издалека очень даже хорошо. Ну, да и в бреде не хуже. Далее кукла Вейперин Гаргон. А вот эта версия мне нравится больше всего, потому что у нее сильно закручены волосы. Так закрутили, что аж вообще. А еще у нее ровная печать глаз. Так что я уверена, просто ее надо хватать, эту куклу. Просто торопитесь за ней. Следующая куколка, это Клодия или же Клавдия Вульф. У нее даже пристрелян Аль Кофен к ее руке. Немуханное состояние, просто обалденское. Ее прядки чудно и красиво залачены. И хвост собран вот в такие вот кудряшки. Ее мы положим рядом с Вейперин из коллекции Страх Камера Мотор. И начнем с вами рассматривать кукол дальше. Далее тут следует Фурсифона с Мяулодией. Две кошечки-сестрички. И у кошечек явные проблемы с передними прядями. К сожалению, выпуски достаточно старые, поэтому шарниры самого первого типа. Но зато желанные куклы. Так. Ооо, как там много еще кукол. Вау. Давайте посмотрим, что находится тут. Итак, это мини-шкафчик для Apple White из серии Getting Fares, то есть наведение красоты. Пока что все предметы и мебель, аксессуары будем класть в центр, пока это место свободно. Также тут лежит вот так вот, рядышком с краешком, мотоцикл, Пурсифоны и Мелодии. То есть мы можем уже догадаться, какие куколки лежат там. Кстати, этого набора у меня нет в открытом виде. И теперь появился. Далее следует Венера Макфлайтрап. Ее волосы можно расчесать. И это не проблема. Потому что они такие вот достаточно грязные на ощупь. То есть тяжелые. Тяжелые, да. А дальше пацанчик. И это Дьюс Гаргон Базовый, который шел вместе с Клео Денил. У него даже все аксессуары есть. Это впечатляет. Очки, да, очки. Следующая куколка это Эшлин Элла Базовая. Где же ее Хантер Хансмен? Ну, про нее особо-то тоже нечего говорить. Разве что вот кольцо присутствует. Никуда не потерялось. И не исчезло, не пропало. Это шикарно, конечно. А прическа в отличном состоянии. Ну, класс. Третья, уже третья жесть. Робека Стим. Ой, много, много, много красавиц. Надеюсь, они уйдут в добрые и хорошие руки. У этой вообще самая прекрасная печать из всех, которые я только видела. Итак, куколка из Эвер Афтер Хай. Она моя любимица. Одна из, вернее, можно так сказать. Это базовая Мэдлин Хэттер. У нее есть колечко на пальчике. И также сумка. Вот только непонятно, где она потеряла свой ободок. И мне нравится очень, что у нее завиты волосы. Потому что такой дражки. Это очень мило. Но все-таки мне почему-то кажется, что эта кукла выглядит эффектнее в коробке. Поэтому она у меня всегда была в коробке. И я никогда ее не распаковывала. А тут прям выдался такой случай. Печать глаз хорошая. И аутфит неплохой. То есть такой вот не то, что качественный шит. Это-то понятное дело, что у всех у них хорошее качество. А я вот сейчас именно говорю про то, что он как бы не испортился. А еще постоянно осыпаются ее блестки. Так что в коробке она, конечно, лучше выглядит. Потому что у меня опять эти тренинги просто в блестках. Еще одна эверяшка это Китти Чешир. Кстати, на нее я делала перевоплощение. И если так подумать, это было год назад. Как же быстро летит время. Сколько всего изменилось. Но хотя, что изменилось. В общем, изменилось. Китти Чешир с колечком на пальчике. Она, значит, вот так вот держится. И еще у нее хрустки принимают разные позы. Вот я и сделала сейчас окей. Также эверяшка у нее пережата немножко чем-то лицом. Хотя это не так и заметно. Может, это мне показалось. Потому что уже 12 часов. И мне кажется, у меня начинает мерещиться. У нее приятные гладкие волосы. И она из коллекции Трон Каминг выходила с набором, плейсетом в форме книги. Домик там был. Так, давайте с вами перейдем к мастер-шке. И следующая кукла это базовая Спектра Вендергейст. У нее один глаз куда-то смотрит наверх. А другой глаз куда-то смотрит вбок. И это немножко крипи. А еще волосы у нее такие пышные, как у Эйнштейна. И создается такой немножко образ сумасшедшего привидения. Повернутого на науке. О, как хорошо она выглядит рядом с Китти Чешир и с Брайер Бьюти. Такие прям фиолетовые девчонки. На заметку. Следующая кукла это Решель Гойл. У нее, к большому сожалению, явная проблема с печатью глаз. Один хорошо, прям шикарно напечатан, ровно, прям вот как хотелось бы и как надо. А другой почему-то как-то скосил наверх. Это печально. При том, что я очень люблю Решель Гойл и ее волосы. Этот цвет. На этом посылка не пуста, но как вы видите, мы уже забили половину этого стола. Выглядит очень классно. Буду заливать фотки в Инстаграм. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны. У меня их два. Один из них посвящен куклу, а другой я веду сама. Что-то из разряда лайфстайла. И вообще снимаю все, что я как бы вижу. Что ж, до встречи в третьей части видео. Смотрите первые по ссылке в описании. Всех вас очень-очень люблю. Желаю всем сладких снов, кто уже идет ложиться спать. И хорошего дня, у кого он только что начался. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok